Второй этап реконструкции биологических очистных сооружений Нижнекамск-Нефтехима перешел в завершающую стадию строительства. Помимо обновления оборудования, участвующего непосредственно в очистке стоков, на этом объекте большой ремонт и перерождение произошло в лаборатории, обслуживающей БОС. Она функционирует с того момента, когда в 60-е годы прошлого века были запущены очистные сооружения. И такая грандиозная реконструкция здесь произошла впервые. Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений выполняет контроль качества входящих стоков, это хоз бытовые, химзагрязненные воды с предприятий, с города. Также ведет контроль качества поверхностных вод, грунтовых вод, питьевой воды и анализируем выбросы с промплощадок. В октябре прошлого года стартовали ремонтные работы в лабораторных помещениях. От прежнего облика остались только стены, а весь остальной антураж от пола до потолка изменился до неузнаваемости. Выполнена полная отделка, стены облицованы глазурованной плиткой. Выровнены потолки, стены, заменено напольное покрытие и двери. Установлены новые вентиляционные отводы, заменены вентиляторы. Во всех лабораторных помещениях установлены кондиционеры для поддержания оптимального температурного режима при выполнении анализов. Но главное, в лаборатории появилось новое оборудование для проведения аналитического контроля, которое выдает точные и достоверные результаты. Частично была поставка измерительного и вспомогательного оборудования, часть из которого мы уже ввели в эксплуатацию. Завершили пусконаладочные работы хроматографа нового Crystal Lux 4000. На данный момент введем внедрение методики новой. Это, конечно же, позволит нам увеличить перечень определяемых показателей в сточной воде. Именно в сточной под эту работу закупался этот хроматограф. Для работы поставлены аналитические весы для взвешивания реактивов. Они выдают результат с точностью до четвертого знака после запятой. В лаборатории отчистных сооружений Нижнекамск-Нефтехима теперь есть такое оборудование и мебель, которые не использовались раньше. На данный момент доставлено оборудование сушильные шкафы во все лабораторные помещения, муфельная печь для прокаливания реактивов. Вся поверхность новой мебели кислотоустойчивая, что для лаборатории крайне важный показатель. Также с особым вниманием отнеслись к хранению вспомогательных материалов. Закуплен специальный шкаф, где находятся химические реактивы, необходимые для работы. Он светонепроницаемый и подключен к вентиляционной системе для выхода возможных испарений. Каждый день делаем анализы на разные показатели, как армандегид, нефтепродукты, фенолы и другие показатели. Есть план аналитического контроля, который определяет периодичность проведения всех видов анализа. В нашей лаборатории проводятся испытания активного ила. Пробы отобраны из 12 действующих аэротенков и 12 действующих регенераторов. Каждодневно проводится микроскопирование активного ила для выявления содержания бактерий, простейших, которые участвуют в биологической очистке источных вод. Поставка оборудования и его введение в работу еще продолжается. Такое масштабное обновление поднимет лабораторию ВОЗ на новый уровень, что, несомненно, скажется на точности проведения всех видов анализа.